Добрый день, уважаемые жители Кабальдина в Балкарии. Мы сейчас продолжаем путешествие по Голубым озерам. Сейчас мы на Верхнем озере. И пользуясь свободной минуткой, хотел бы пару слов Шамиль, чтобы сказал о том событии, что произошло недавно. Дочка нашего главы Казбека Валерьевича вышла замуж за Кучмезова. Вот род Кучмезовых. Что скажешь по этому футу? Шамиль получается породнился уже с главой КБР. Это новость тебя радует, Шамиль? Или не очень так сказать? Ну как не радовать, если дочка главы республики стала нашей Кучмезовской снохой. Это вообще, можно сказать, радости предела нет. Теперь многие меня поздравляют, Кучмезов. Вот Шамиль. Теперь твой самый глава республики, твой родственник. Туда-сюда говорят, вот теперь ты прости. Вот раньше тебе доступа не было. А что хочешь попросить? Ну, во-первых, после этого ситуации мы очень довольны. Мы очень довольны этой ситуацией. И хотели бы попросить главу республики Казбека Валерьевича, чтобы он обратил внимание на наши проблемы. Сколько конкретно наличные мои. Это тоже во втором плане. На первом плане у нас в Герпеге живут. Вот эта дорога наша, о которой мы говорим. Неоднократно наш Алим Иналович говорил, что вы на совещании говорили, что нашу дорогу внимание обратите. Эту дорогу сделает. Да, мы знаем, что раз Казбек сказал, он как бы сделает эту дорогу. Мы в этом даже не сомневаемся. Но вот опять же, в связи с этим событием, мы хотим, чтобы эта дорога была сделана. Но это, я говорю, потому что вот несколько дней назад мы проезжали вот с Алимом по нашей дороге. И там эти вот ДРСУ, вот это, который принадлежит вашему родственнику ДШК, вот они там как бы ямочки засыпали. Поэтому я хотел, может, это этим как бы закончится, но не хотелось бы, чтобы она там закончилась. Хотели бы, чтобы нашу дорогу вот эту. Потому что вот говорят, федеральная дорога, а федеральную дорогу надо сделать. А вот наша дорога, как бы Герпегешская, вот эта, это регионального значения. И раз федеральную дорогу делала эта региона, то тоже как бы большое значение для... То есть вот такое тебя, как бы, обращение. Я чувствую у Казбека теперь прибавится забот, хлопот. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что 8 марта у нас была очень кратковременная встреча с Казбеком Валерьевичем, где он выразил желание встретиться по теме, вот то, что мы занимаемся водой, экологией. У меня все готово, и хотел бы, пользуясь случаем, предложить все-таки вам Казбеку. Ты ему визитку оставлял? Я оставил, да, данные свои. Дело в том, что мы вас уважаем и будем уважать только за одно. Не за то, что вы обещаете, за то, что вы выполняете обещанное. И слово главы республики должно, конечно, стоить очень весомый аргумент. И, конечно, я не просто надеюсь, я верю, что в ближайшее время состоится эта судьбоносная встреча, где, наконец-таки, вы узнаете правду. Которую не доносят или не хотят? Да, это будет самое лучшее лекарство, потому что в основном ваши помощники, которые врут, как дышат, они вам всей правды не расскажут. Да, да, от них избавляться. Чтобы вы увидели действительно реальное положение дел, и мы предложили вам перспективу, перспективу выхода на более высокий уровень. Потому что, действительно, мы обладатели такой воды, не только на Северном Кавказе, но и везде. И, да, я принимаю во внимание последние выступления премьер-министра Мишустина, где он эту тему очень глубоко затронул. И у нас есть огромный шанс эту тему не просто поднять, это выполнение нацпроектов и так далее. Поэтому предлагаю именно в ближайшее время все-таки встретиться. Каждый день дорог. Да, и мы, нашей РГО, я представляю Русское географическое отчество по Кабардино-Балкалию, мы все-таки эту тему возьмем и разовьем до той степени, чтобы все-таки республика поднялась. Она действительно имеет право на то, что посмотрит, какая красота. Мы в раю живем. Нигде в мире такого нет. Поэтому, конечно же, вот именно пользуясь сегодня случаем, хочу напомнить, потому что напоминание через обычные стандартные процедуры, там на почту писать, через помощника, это все не работает. Я думаю, что или вы, или ваши помощники этот ролик увидят. И, конечно же, желаю здоровья, пользуясь случаем, поздравляю с таким знаменательным событием. Кого поздравляешь? Казбека? Казбека, да. Алим, еще пару слов. Я надеюсь, что... Пару слов о женихе, можно о женихе. Все интересуются, кто, что, откуда. Честно говоря, вот этот, про этого племянника, можно сказать, султана, вот изъятия, я как бы, я не знаю, вот одно известно, что у него, как бы, отец работает, ну, в школе МВД преподает, как бы. Поэтому я не об этом хотел сказать, но о нем очень мало информации, но я... Ну, я надеюсь, ты со временем узнаешь и расскажешь нам, да? Конечно, мы из Кучмезовы, это одна большая семья, поэтому в связи с этим, с этой ситуацией, надеюсь, что вот наши, как бы, дороги, Белую Речку и Герпегиш будут вообще, как в Европе. Мы правы. Не, ну да, у нас, посмотри, вот мы ездим, сколько отдыхающих. У нас ведь туристический кластер, да? Да. То есть и то, что ты на днях снимал, насчет и мусора, и скамеек, и так далее, да. То есть здесь непаханное поле работает, но чтобы все это делать, нужно действительно полностью поменять и стиль, и методы, и подходы. Здесь все должны принять участие, понимаете? Все народонаселение республики, но для этого глава республики должен что? Указать уже другую дорогу, не ту, которой сейчас, сейчас дороги нет. Именно ту, которая приведет к процветанию республики. А кто нам мешает? Да, ничего. У нас природа такая, что только и надо этим заниматься. В общем, а давайте. Хотел я обратиться к нашим чиновникам, чтобы вот я хотел им сказать. Помещи, давай уже как бы если о деньгах говорить, то денег у нас как бы очень много. Я всегда вот говорю, так извините, конечно, но вот денег очень много, поэтому дороги надо сделать, потому что без этого у нас ничего не получится. Деньги есть. Опять же, хотел сказать чиновникам, помещи воровать и деньги будут. У нас только умеют одно, воровать и воровать больше живота. Я думаю, это должно случаться, потому что очень долгие десятилетия мы воровали, допустим, воровали, воровали, и вдруг прекратить непросто, но без этого не получится. Не мы воровали. В смысле? Ну, знаю, я имею в виду. Не надо. Это такая помешка. И очень надеюсь, что... Они же должны прекратить воровать. Не, тяжело избавиться от такой привычки. Алим, вот в связи с этой ситуацией, я думаю, что Казбек Валерьевич нас с Алимом примет даже вот вместе. Да мне с ним нечем говорить. Это вот пусть Саша головку, да. Вот ты пойдешь с ним, да. Обязательно. Ну да, есть о чем. Да, я-то что? Нам что? Что принял вдвоем? Да, Шамиль, то есть род Кучмезов ждет от Казбека к Коково волевых таких решений. Да, да. В самое ближайшее время. И избавляться от этих старых... Знаешь, каких решений я лично жду? Я помню Валерия Мухамедовича... Так, ты относишься к роду Кучмезов? Нет, я хотел бы, знаешь, как вы можете увидеть, чтобы показали по нашим местным каналам. Когда вот он рукой так ударит по столу, что стаканы светят, и этим самым подвигом, а народ ждет от него подвига, он уберет, наконец-таки, тех преданных, которые все равно его предадут. Да, да, да. Пусть пригласит... Народ ждет героя, да? Избавляться надо. На, вот мы. В ожидании. Да? Вы, Казбек Валерьевич, вы глава этого народа. Народ ждет от вас подвига. Народу нужен герой. Не, ну он не то, что глава его, его назначили. Народу приятно, когда во главе республики стоит герой, который может сказать, и все сделают, потом покроются холодным и сделают, понимаете? Вот народ именно ждет от этого вас. Но чтобы это сделать, вы должны получить полностью правдивую информацию о положении дел в республике, касаемо среды обитания. Вот эту информацию вы можете получить только от знающих людей, которым этим занимается десятки лет. Вот. Поэтому, еще раз прошу, судьбоносная встреча должна состояться. Время пришло, дальше тянуть некуда. Поэтому... И вот, что хотел опять же сказать, от этого окружения, которое вот ему ложную информацию дают, от них надо в срочном порядке избавляться. Как можно быстрее. Да, пока они будут... Так там одни родственники, друзья Одессы, как он от них избавится? Надо и... Ты бы избавился, ты бы избавился. Вот поэтому это героический поступок. Это ж не Сингапур, где... Как его забыл? Даже если это мой племянник... Понимаешь, у него другого выхода нет. Или героем стать, или нет. Только героем. Только героем. Другого не дают. Они тянут его на дно, понимаешь? Здесь кредиторий на каждом шагу. Ну, поэтому надо избавляться. Поэтому другой выход нет. Нет, народ поддержит. Смотри, нас 800 тысяч. С нами лучше быть. Нас много. И мы хорошие. Народ хороший в этой республике. Без поддержки народа ничего не двигается. Если лидер опирается на поддержку народа, он в любом случае будет выигрышей. Но если он будет опираться на тех, кто сзади, которые дышат в спину, и которые его подставляют и подводят, это неправильный путь. Постоянно поставляют. Поэтому лучше с народом. Во всех начинаниях. Потому что, еще раз повторю, народу нужен свой герой. Сделает героический поступок, народ сразу за него стеной ставит. Вот отец был герой. Вот он сделал. Когда он говорил, что газификацию начнет, и никто не верил. В Верхней Балкарии, ну Герпигач даже говорить не стоит. Когда он говорил, что газификацию республики сделай, он обещал же. И сделал, даже уму непостижимо, какие специалисты, он откуда-то, не знаю, наши местные, сделали такую работу. Видишь, ты везде ездишь, в нашей Булуму, там Верхней Балкарии, везде такую колоссальную работу сделали. Поэтому хвала Богу, что у нас такой лидер есть. На сегодняшний день даже во многих больше регионах, вот допустим, даже в Дагестане, даже света нету, не говоря уже газификации. Поэтому очень мы гордимся, что у нас такой президент был, и его сын, и мы надеемся, что он тоже сделает республику, выведет как бы рывком вперед как бы. И поверьте, что вот мы, как вот часть народа, очень хорошо относимся к газифику, очень хорошо. Поэтому мы так и говорим, остро, грубо, правильно. Потому что если бы плохо относились, то просто бы ругали, никаких... Так, задул ветер, давайте два слова в конце и заканчиваем. Мы надеемся на него, поэтому, в общем, ждем от него. Будьте с нами, мы готовы. Я думаю, вы тоже. Род Кучмезовых уже все поставил. Род Кучмезовых уже будет на высоте. И мы тоже как бы, мы тоже должны его не подводить, не потому что там его дочка стала нашей снохой, мы должны не подвести главу республики. Мы его поддержка, мы ему верим, потому что его отец такой же был, очень... Человек слова. Что я хотел сказать, Казбек должен быть человеком своего слова. Поэтому вот он такой... И мы в этом готовы помочь. Мы это знаем, Алимачи, сколько ездили. Мы вот в Базыны ездили. Вот он обещал дорогу, сделал, видел там европейского качества дорога. Вот если наша Герпегерская дорога будет, вот эта дорога регионального значения, вообще его поднимут вообще, не знаю, на высокую сторону. Ну, посмотрим. Так, все, на этом всем здоровья. Всем салам, алейкум.